В нашем мире ежедневно происходят разные события, кризисы, катастрофы, несчастные случаи. Создается впечатление, что мир полон сломными людьми и трагическими событиями. Но это не так. Добрые дела – такое же частное явление, как и все остальные. Добро существует. Самое время напомнить людям, что надо быть внимательнее друг к другу и открыть свое сердце. А ведь и маленький добрый поступок принес бы больше любви и радости, чем все богатства мира. Вариантов добрых дел много. Даже нам, школьникам, по силам участия в добрых делах. Сделать кормушки и подкармливать птиц, особенно зимой, дворовых брошенных животных. Помочь пожилой соседке или соседу купить и принести продукты. Помочь часто болеющему однокласснику разобраться в предмете, убрать мусор, оставленный в лесу, в парке. А еще есть такие люди – волонтеры. Они всегда всем помогают. В жизни волонтер может быть кем угодно. Это и спортсмен, и строитель, пенсионер или юрист, менеджер или школьник. Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность пройти мимо чужого горя. Волонтерство – это всегда новый жизненный опыт и возможность получить знания. Не потому что надо, а по доброй воле. А я недавно видел сюжет о инклюзивном волонтерстве, когда девочки с особенностями развития помогали при помощи ипотерапии. А что это такое? Ипотерапия – от древнегреческого «ипос», что означает «лечение с помощью лошадей». Ипотерапия активно применяется во всем мире для реабилитации и комплексного лечения. Во время сеанса лечебной верховой езды на всадника действует тепло лошади, так как седло не используется. Оказывается, что при езде на лошади мышцы расслабляются, а их тонус, наоборот, увеличивается. Развивается физическое и эмоциональное равновесие, радость и удовольствие от общения с лошадьми. Развивается внимание и логика, хорошее владение телом. Ипотерапия может помочь детям с детским и церебральным параличом, пустойной отсталостью, детским аутизмом, задержкой речевого развития, гиперактивностью. Мы часто забываем, что такое взаимопомощь. Надо сверить добро и помогать близким. В мире и так полно зла. Задумайтесь об этом. Сделайте что-нибудь хорошее. Кто-то нуждается в вашей поддержке. Границ для добрых дел не существует. Фантазируй и действуй. Твори добро и чувствуй себя счастливым. Всюду, где есть человек, можно творить добро. Делай добро. Оно понадобится в будущем. Богатый человек тот, которому есть чем поделиться. Когда творишь добро, сам испытываешь радость. Твори добро. И оно вернется к тебе.